всем привет дорогие друзья ну что у нас очередная мотивация на уборку так как от измельчителя у меня осталась большая коробка я решила навести порядок в елочных игрушках мы с вами относительно недавно прибирались шкафу и я говорил о том что я хочу поместить все вот эти коробки которые сейчас складывают друг на дружку так как их много хочу поместить более компактно либо в одну большую чтобы она помещалась шкаф либо в несколько поменьше чтобы их не было так много чтобы все лежало как бы компактно в одном месте глаза не разбегались куча коробок не было и я решила вот использовать попробовать и вот эту большую коробку надеялась что влезет на у нас поместится все туда но не поместилось сейчас мы это в процессе все увидим я вам показываю какие мне елочные игрушки мне кажется вот расхламление именно елочных игрушек я не решусь никогда потому что знаете это вот даже ассоциации с детства о том что ты каждый год открываешь вот эти елочные игрушки и вот прям такое чувство как будто бы вот это время она как-то останавливается даже возвращает тебя куда-то далеко-далеко в детство да ты прям вспоминаешь ароматы мандаринов и елки мы раньше в детстве ставили всегда живую елку пластмассовые когда появились уже не настоящие елки потом уже стали ставить ее и получается что все равно елочные игрушки это как история какая-то что ли вот мы создаем потихоньку нашу историю когда дети чтобы разбирали елочные игрушки у них ассоциировалась это с детства мне кажется так как я уже выросла уехала из родительского дома жить отдельно у меня даже остались советские игрушки конечно не так много осталось но они остались мама мне их отдала но по большей части перебились игрушки потому что у нас у родителей всегда кошки были всю жизнь и конечно елки падали кошечкам хотелось играть их не осталось так много но еще советские игрушки елочные у нас остались у кого-то мне кажется даже есть целые комплекты и наборы сохраняются годами и это классно когда ты можешь вернуться душой но не телом туда в то далекое время повспоминать и как-то мне кажется это даже на каком-то внутреннем уровне происходит мне кажется это вообще классно я прокладываю игрушки мишурой для того чтобы в процессе того что они там будут лежать или мы будем брать коробку они не бились друг об друга и стеклянные у меня есть игрушки которые я по одному рублю в галамарте была распродажа в день нового года 31 декабря я года четыре назад умудрилась игрушки по рублю купить стеклянные я их решила упаковать отдельно потому что это очень страшно когда вот в такой коробке все в перемешку напихано и решила их убрать вот в такую маленькую коробочку но потом поняла что у меня еще есть самодельный мы делали кругляшок такой господи я забыла как называется я очень извиняюсь но визуально вы поймете о чем я говорю сейчас и поняла что у меня если игрушки будут лежать в этой коробке то у меня блин не могу вспомнить подскажите мне сейчас я покажу вам как же называется то венок не венок правильно-то называть я решила я в общем из-под обуви в коробку сложить вот этот веночек и туда сложить стеклянные игрушки и получилось у меня всего две коробки и а было их по моему штуки 4 здесь показывают 34 4 коробки было даже 5 а получилось всего 2 и вот такой вот у нас порядок получился у нас там лежит еще лежат запасные шторы дартс и две коробки с елочными игрушками но мы с вами будем двигаться дальше ну что друзья давайте протестируем я сегодня готовлю от получать следующий день после установки я сегодня готовлю оливье и получается я начистила отваренные овощи у меня здесь остались конечно остатки еды обычно это у нас уходит в мусорное ведро потом это все пахнет если долго не выбрасывать не накапливается мусор там или вообще просто выбрасывается да и мы ничего не делаем с этим больше и вот теперь с и теперь с измельчителем отходов это намного проще мы просто открываем нашу крышку видите здесь вот мелкие вот через сеточку попадают на это все моется конечно чистится и мы просто с вами сбрасываем это все туда там не нужно ничего бояться туда просто можно вот так прописывать там есть резинки специальные даже скорлупуичную я кости думаю можно там куриные даже пишут можно дробить и вот так все мы это туда опускаем затем мы включаем воду чтобы был проток после переработки это чтобы все уходило в слив все это мы запихиваем заталкиваем включаем воду и нажимаем вот эту кнопочку мы установили ее вот сюда потому что здесь у нас не было сырла по керамике как я понимаю но у сереже не было в общем и мы просто засверлились вот сюда так что включаем воду и нажимаем просто кнопку я все уберу сразу здесь мусор который чтобы не оставался все и включаем наш измельчитель он внутри теперь чистый в нем ничего нету и по звуку он становится как бы не так сильно гудит и он становится звук помягче что там пустоту гоняет и сразу понятно что он пустой но это со временем я думаю я привыкну к этому но очень удобно что вот эти мешочки не надо запахов никаких у нас останется только бумагу мою макулатуру картон макулатуру а там у нас только пакетики салафановые вот такое будет мусор у нас вообще будет самый простецкий я очень довольна и всем рекомендую если кому-то надо я могу ссылочку на продавца отправить это шла доставка из россии с российского склада стоимость шесть половиной тысяч как я уже говорила заказывали сами это не реклама это подарок сереже мне на день рождения так что вот у нас теперь есть измельчитель отходов я очень довольна ну что показала я вам как работает измельчитель напишите свое мнение приобрели бы вы себе такой или нет мне будет интересно не знаю я его когда первый раз вообще узнала о нем я думала что в принципе это интересная идея но и когда посмотрела сколько он стоит если прям хороший добротный братья не тому от 12 тысяч стоит мой стоил с алиэкспресс шесть с половиной тысяч в принципе мне кажется он ничем не хуже тем более почти бесшумный вообще сильно не шумит не гудит и пока что я довольна им время покажет конечно еще буду в процессе много раз еще о нем говорить показывать пользоваться но я в принципе довольна тем что у меня будет дома меньше мусора все эти ошметки от продуктов будут лететь именно в канализацию в измельченном очень в виде здесь мы с вами нарезаем оливье потому что у меня оставалась копченая курочка я решила быстренько сделать салатик для того чтобы курочка не испортилась быстренько сделала творила овощи нарезала все и быстренько сделала салат здесь я показываю о том что мы меняли щечки сережа поменял щечки мне нужно здесь протереть получается пол и стенку так как у нас там стоит раковина и место это очень труднодоступная раковину мы двигаем вот только когда меняем щечки или трубы что-то делаем и вот так вот повседневно конечно мы ничего этого не двигаем и получается что здесь очень много мусора руками везде не пролезешь не залезешь даже кота тряпка под трубой была я даже не знаю откуда это по моему даже еще дима снасти и туда укладывали когда-то что такую тряпку себя я не помню поэтому все мы это протираем трубы конечно грязные все понимаю но у меня не было достаточного количества воды не очень удобно было снимать потому что я в руках держала телефон и поэтому как смогла их так протерла и как видите маленькие помещения вот что на кухне неудобно к трубам подлезать что здесь в принципе очень неудобно и поэтому насколько я могу это сделать я делаю и в принципе мне меня это устраивает потому что визуально это все равно не видно для профилактики до протереть хорошо а вот именно до блеска до какой-то новизны и никогда не довожу потому что это в принципе не видно и главное чтобы прям вот сильный такой грязи не было знаете а все остальное это мелочи жизни такие мне кажется ни у кого нету идеально белых труб ни у кого и это не нет никакой в этом проблемы так что протираем пол и будем протирать стеночку и далее перейдем вот видите раковина стоит а за раковиной все равно есть какие-то пятна на стене потому что раковина не отодвигается постоянно да и нужно будет протереть тихонечко у меня тут есть помощница в ванной она всегда везде со мной как только где-то шум воды не знаю чего-то там все сима у меня или мотя всегда на проверке все проверяют что вы тут делаете что вам что вам тут чем помочь поэтому у меня помощники по всему дому все хорошенько протираем и серёжа будет дальше у нас делать свои здесь сантехнические дела в общем решили мы сами установлен счетчики чтобы не платить за один счетчик 2000 стоит установка установка счетчика одного стоит 2000 мы решили сами просто 2 болта с одной стороны открутить два болта с другой стороны на счетчиках и все и за это берут 4000 за 2 счетчика но это мне кажется слишком поэтому мы установили сами ну что здесь так мы убрали серёжа вытащили раковину с тумбой, я решила ее протереть по бокам, потому что это тоже труднодоступные места, особенно со стороны ванной, там где стоит, потому что ванной перекрывается это все, и здесь с боков, конечно, есть и потеки, и какая-то грязь, налет, и я взяла для ванной комнаты спрей от фреш бабл, набрызгала его, и в принципе он хорошо справляется со своей задачей, конечно, там какие-то жировые, нежировые, не знаю, есть капельки, которые еще надо было, ну, либо ноготочком, либо, не знаю, щеточкой какую-то жестко потереть, а так в принципе грязь хорошо убралась. Ну что, дорогие друзья, намывала я, намывала, значит, такая, думаю, ой, будет все чисто, и что по итогу, я начала разворачивать раковину, и она меня перевесила, в общем, я разбила раковину, это первая информация, которую я хотела до вас донести, что у меня руки из одного места, здесь даже где-то кусочек валяется от раковины, почему я смеюсь, потому что мы решили, сначала мы хотели, в общем, купить новую раковину в Леруа Мерлен с новой тумбой, а потом вообще решили не париться и просто, сначала мы думали сделать какую-нибудь тумбочку, но опять, как бы закрытую, такую небольшую тумбу убрать, вообще мойку, и пользоваться просто раковиной. Потом я вообще решила ничего не делать, а поставить туда машинку, за машинкой будет легко сфоткать счетчики, ничего сложного, мы померили, в принципе, если здесь освободится место, пространство, то здесь, в принципе, то, что оно съедается, ничего страшного в этом нет, поэтому Сережа поехал за какими-то заглушками там, чтобы вот эти провода, трубы все открутить, и чтобы поставить туда заглушки. Здесь это слив для машинки стиральной, здесь уже все сделано, и, в общем, я не знаю, это, наверное, перемены к лучшему, наоборот, мы избавляемся там от массивной раковины, будет, возможно, просторней даже смотреться, поэтому я вообще, мы с Сережей не расстроены, ни грамма, здесь я вот собирала в баню, собираются с друзьями, здесь, конечно, хаос и бардак, но смысл в том, что даже если вы что-то сломали или разбили, не отчаивайтесь, это всегда к лучшему, это к переменам каким-либо, поэтому вот, будем прощаться с нашей матушкой раковиной, с тумбочкой, эту раковину с тумбой еще покупала Дима с Настей, когда они здесь жили, так что я думаю, что просто вынесем на мусорку, поставим, и, возможно, даже кому-то пригодится, вдруг кто-то заберет, поэтому вот, тумбочка, конечно, тоже старенькая, как видели, когда я ее намывала, она там вся разбухшая, поэтому, мне кажется, она сама напросилась, поэтому вот, я вообще не расстроена, если честно, наоборот, перемены, это круто, ну что, дорогие друзья, решили мы, в общем, машинку сюда поставить, и не покупать некую раковину, а машинку отодвинули, а здесь сюрприз такой, надо мыть все, поэтому сейчас мы с вами будем наводить порядок, помоем, все, приберем, здесь, конечно, стало просторней намного, дверцы, это тоже все закроется, кошачьи лотки, я думаю, туда поставить, и в принципе, будет нормально, руки мыть удобно будет, в принципе, нам взрослым, Даши будет удобно, Ксюше будем подставочку ставить, она будет операться, и в принципе, без лишней мебели просто будет, и все, так что будем сейчас с вами наводить порядок, это здесь у нас трубы остались с кухни, это мы разбирали сифон, правильно называется, здесь тоже надо постирать все, так что сегодня у нас такая вот уборка, тире блок, без моего лица, потому что видок у меня простуженный немножко, но зато вот Симу могу показать, да, Сима? Сима, кс-кс, ку-ку, моя бусинка, так что вот будем с вами наводить здесь порядок, ну что, давайте после наших приключений с раковиной, мы наведем порядок, я так понимаю, что здесь вот у нас девчонки, когда купаются, я хоть и на пол стелю полотенце, или пеленку, для того, чтобы если не будут вода капать, все равно, что впитывалось, и все равно, видимо, под машинку все затекало, потом это все пылью еще сверху покрывалось, и, в общем, образовывались такие пятна. Мне кажется, вот когда я только начала вот эту уборку, да, мы все поменяли, машинку переставили, я уже была уверена о том, потому что места все равно сразу станет больше, потому что лишний вот этот тумбочка и раковина, да, все равно занимали место, и поэтому в любом случае станет свободнее, даже если там кошачьи горшки рядом встанут, вот сейчас мы их поставим, для того, чтобы все равно им куда-то надо было встать, потому что без этого мы никуда, кошки у них сходят в туалет, вот именно в ванной комнате, и я их решила поставить вдоль стеночки, чтобы они занимали меньше места. Когда Дима с Настей делали здесь ремонт в этой ванной, то они сделали вот такую небольшую полочку, но она была не востребована у меня, потому что там стояла стиральная машинка, а так как сейчас здесь место открытое, поэтому я туда, я убрала туда кондиционер. Протираем машинку, машинка у нас довольно габаритная, конечно, но я понимаю в то же время, что пусть лучше будет так, зато будет места больше, в принципе раковиной мы пользовались лишь потому что она стояла там, если бы ее там не было, мы бы пользовались также ванной, руки мыли в ванной, и все. Когда мы сюда переехали, двумя семьями у нас здесь, по-моему, не было раковины, я вот если честно не вспомню, потом у Димы с Настей здесь стояла также машинка, вот именно на этом месте, потому что там уже подготовлен слив, потом они машинку ставили на кухню, а здесь они сделали раковину. Ну, раз у нас уже так получилось, что раковины у нас больше нет, ну, у нас будет теперь так. Я не знаю, я довольна почему-то, мне наоборот понравилось, что это, во-первых, изменения в квартире, хоть и не предвиденные, предвиденные, да, я сначала запаниковала, задумала, что вот сейчас раковину, тумбу покупать, это тоже траты немаленькие, хоть и есть у меня сбережения, да, но я копила деньги на другие немножко цели. Здесь я показываю, что мы купили вот такую тоненькую, маленькую сеточку, для того, чтобы установить на, не вытяжку, а как называется, забыла-то, вот сетки-то у нас стоят, чтобы оттуда тараканы, не дай бог, не лезли, мы все проклеим, все сделаем, для того, чтобы тараканы от соседей к нам не ползли. Мы будем все это делать, наверное, в следующем ролике я вам, возможно, покажу, если получится отснять. Также на полочках наводим порядок. Планировала этим же роликом отснять, как будем менять ленту, но Сережа уехал в баню, и поэтому я не стала уже без него что-то делать, и тем более, раз у нас тут и так приключений много получилось, поэтому в следующем ролике мы с вами поменяем ленту, натянем вот эти сетки. Здесь я пыталась поставить тазик, я все была в надеждах, что у меня поместится, но нет, я думала, что не на виду был, потому что он массивный, но нужный, но не получилось, и поэтому его будем ставить вот сюда на полочку, ко всем тазикам и ведеркам. Все, что было в тумбочке, будет теперь на полочках лежать, ничего страшного, это не так много места занимает, зато просторней станет. Убираем мусор, и я хочу где-нибудь в Галамарте купить новый держатель для туалетной бумаги, для того, чтобы это было как-то красиво, что ли. Мы этот держатель давно покупали, еще в однокомнатную квартиру, поэтому я думаю, что пришло время его уже заменить на более такой стильный, интересный, какой-нибудь, может, возможно, просто минималистичный, металлический, для того, чтобы было все равно поприятнее смотреть, потому что этот пластмассовый какой-то такой, розовый вообще, в принципе, ну как-то вот, не знаю, глазу стало неприятно, вот после перемен, когда делаешь какие-то перемены, уже начинаешь засматриваться на другие места и думать, что, блин, вот здесь бы я бы еще тоже вот это заменила, вот там вот я это бы поменяла, поэтому вот у меня глаз упал на то, что я хочу поменять, именно держать для туалетной бумаги. Видите, он у нас такой розовенький, фиолетовенький, и мы смотрим с вами результат, моти уже пригрелся на теплом полу, кошачьи горшочки у нас тут лежат, в принципе, у нас здесь порядок, машинка отстирывается у нас, достирывает вещи наши, теперь у нас машинка подключена напрямую к розетке, намного безопаснее, мне девчонки писали о том, что действительно лучше напрямую, и говорю, что бордюрную ленту вот эту мы будем с вами менять в следующем ролике, потому что в этом ролике уже у меня ни сил, ни возможностей, ни желания не было, я уже перенервничала первое время, потом восторгалась переменам и устала, в общем, эмоционально я устала, на полочках теперь у нас вот такой порядок, это все за шторочкой, в принципе, не видно, и сейчас я отдалю камеру для того, чтобы как бы объемно посмотреть, что у нас получилось, в принципе, места стало намного больше, чему я очень рада, ну что, друзья, пишите свои комментарии по поводу ванной комнаты, сделали бы вы такой выход из ситуации, не покупали бы новую раковину, а сделали так, или все-таки покупали бы раковину, а на этом я буду с вами прощаться, всех люблю, всех целую, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok,